Ремонт моста на новом рынке это то, что всем барнаульцам нужно будет пережить. Путепровод давно признан аварийным и требует замены. Новый мост, который появится здесь к ноябрю 2023 года, запроектирован на 100 лет вперед. Реконструкция позволит увеличить количество полос с 4 до 6. Впереди масштабные работы. 28 апреля здесь начнут устанавливать дорожные знаки. А уже 10 мая стартует строительство разворотного трамвайного кольца на новом рынке. Будет перекрыт проспект Ленина в районе улицы Пионер с заходом на вот эту площадку, где мы находимся. По сути, кольцо разместится вот здесь. То есть 10 мая движение из города в сторону космонавтов по проспекту Ленина и по путепроводу будет закрыто. Также не будет обеспечено движение по улице Пионеров в сторону Новоуголь. Что важно, на этот период мы закрываем одну полосу путепровода из города, четная сторона, а нечетную сторону сохраняем для движения. На это понадобится две недели. Следующий шаг – строительство кольца у дома быта. А уже с 25 мая движение по мосту полностью закроют. На проспектах Ленина строители Калинина появятся выделенные полосы для общественного транспорта. Ремонт будет проходить почти в круглосуточном режиме. Но, как заверяет подрядчик, самые шумные работы придутся на дневное время. В целом на ремонт выделено более 2 миллиардов рублей. И пока исполнитель не видит каких-то экономических рисков, в том числе и по поставкам материалов. Деньги целевые, деньги никуда потеряться, скажем так, не могут. Поэтому, наоборот, более, скажем, гарантированный объект, нежели какие-то другие. Пока мы видим, что цены на материалы стабилизированы. Но мы как начинали оценивать при этапе торгов, да, то есть объект, пока часть даже материалов немножко, там, арматура чуть даже подешевела. Добавим, что пешеходное движение на этом участке сохранится. Для этого организуют обход. В целом, новая система движения ориентирована на то, чтобы горожане пересаживались на общественный транспорт. Ведь в среднем владельцам авто в час пик придется добираться на работу, возможно, на час дольше. Как теперь будет организовано движение транспорта, можно увидеть на сайте мэрии, а также в Телеграм. Сегодня у путепровода появился свой канал МОСТ. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.